Здравствуйте дорогие друзья! В этом видеоролике разберем три способа сохранения хризантемы мультифлоры этого растения на зиму. Потому что сейчас по поводу нее это самый задаваемый вопрос среди зрителей нашего канала и также среди моих покупателей на рынке. Потому что половина людей которые подходят на прилавок чтобы купить цветок потому что сейчас действительно это смотрится очень красиво и эффектно. Особенно в это время года, когда все уже серые листья, желтые ну вы понимаете, то есть такие краски очень красиво смотрятся бросаются в глаза и хочется купить. Но ранее люди получали негативный опыт потому что растение вымерзало действительно многие сорта и в нашей полосе, вот и в более северных многие просто-напросто не зимуют некоторые конечно благополучно могут перенести зимовку но это если вообще не предпринимать никаких действий вот поэтому получается растение подсветет месяц до самых морозов вымерзает и все и вся радость получается поэтому я и говорю приходите ко мне весной апрель-май месяц когда я буду торговать рассадой я буду продавать черенки черенки будут стоить дешевле вы успеете порадоваться и цветению и наблюдать все лето как развиваются ваши растения и так далее но это такое небольшое отступление значит переходим к теме данного видеоролика разбираем три способа сохранения на зиму хризантемы шаровидной друзья начнем с первого способа сохранения корневой системы хризантемы мультифлоры в открытом грунте в огороде значит если ничего абсолютно не делать конечно большой шанс что многие сорта просто-напросто вымерзнут вместе с верхним слоем почвы когда ударят сильные морозы ситуация в моем огороде такая что были уже мелкие заморозки минус 2 минус 4 был один мороз такой что побил некоторые цветы но само растение осталось живое целое то есть небольшие морозы абсолютно не страшно чтобы продолжительное время цвели более поздние сорта необходимо просто в морозы мелких укрывать каким-нибудь укрывным материалом вот и они будут уже расцветать у нас в поздние месяца и мы успеем увидеть их цветение так вот более сильные морозы когда уже передают минус 10 конечно необходимо будет укрывать наше растение друзья если вы имели опыт укрывания винограда например на зиму то здесь можно просто повторить такой же опыт что мы делаем мы обрезаем кустик хризантемы мультифлоры наполовину и этими же сухими веточками можно укрыть корневую систему укрыть наше растение плюс какие-нибудь опавшие листья сухая трава солома и сверху все это дело укрыть каким-нибудь старым мешком и немножко прикопать землей после того как пойдут первые снега таким образом наша хризантема и будет зимовать под слоем снега под всем этим укрывным материалом и очень большой шанс того что хризантема выживет так как сильные морозы просто-напросто не достанут уже до нашего растения то есть как вы поняли друзья нам в любом случае придется немножко заморочиться для того чтобы сохранить это растение на следующий год чтобы насладиться этой красотой уже в следующем году поэтому разбираем второй способ это если у нас есть подвал то мы выкапываем корневую систему берем горшок соответствующий этой корневой системе вот обрезаем растения под корень и сохраняем все это дело уже в подвале на всю зиму ни в коем случае не поливать потому что может быть подгнивание корневой системы ну и при всем при том что грунт он сам по себе должен быть влажный после осенних дождей вот если конечно пересохший то желательно немного полить после этого после зимовки весной мы уже достаем наш горшок когда начинают первые черенки появляться мы просто черенкуем и размножаем наше растение на следующий год друзья по весне у нас появляются много-много маленьких черенков из корневой системы которые мы можем размножить в тех количествах которые нам нужны по всему своему участку из такого маленького черенка вырастает такой большой шар всего лишь за один сезон за один год за лето ничего не нужно прищипывать хризантема мультифлора сама себя формирует высаживайте в то место которое хотите чтобы оно росло ухаживайте поливайте и осенью наслаждаемся результатом очеренкование хризантемы это несложный процесс в принципе все очень просто и ролик на эту тему я уже снимал на своем канале ссылка будет в описании под этим видео кому это интересно друзья переходите и смотрите третий способ подходит только для тех у кого есть зимняя теплица или так называемый зимний сад вот мы можем просто занести растение и полюбоваться его цветением вплоть до того момента когда все цветы не отсветут после этого мы обрезаем растения боковые черенки или с корневой системы начинают пускать новые растения на протяжении всей зимы конечно растет оно не так интенсивно но несколько черенкований мы еще можем провести и таким образом сохранить на следующий год также друзья я предположу если у вас есть холодный балкон который у которого климатические условия схожи с моей теплицей это плюс 8 плюс 10 градусов всю зиму и хорошее освещение тогда возможно повторить такой опыт на балконе что касается комнатных условий это квартира дом сохранение просто на подоконнике друзья к сожалению не получится потому что в доме температура воздуха в среднем 25 градусов это очень жарко и плюс воздух очень сухой растение просто-напросто высохнет не выдержит таких условий вот в конце видео я вам показываю кустики хризантемы корейской это такие не шаровидные но небольшие компактные кустики с крупными цветами очень красивые растения но в наличии у меня будут уже только на следующий год на продажу я буду размножать вот есть вот такие вот черенки о которых я вам говорил про черенкование вот даже снизу пускают новые корешок уже есть это я немножко начеренковал вот так друзья в общем на этом видеоролик я заканчиваю пишите в комментариях свои советы свой опыт вопросы если остались давайте вместе делиться опытом выращивания хризантемы под этим видеороликом на этом все друзья я желаю вам удачи успехов выращивания ваших растений пусть все у вас получится и всем пока